Наш проект «Звятый близящий к МРИ» связан с направлениями различными и образовательными, и досугом, и культурой, и благотворительной деятельностью. Поэтому здесь из всех присутствующих вы видите имена, и чтобы каждый не представляет представиться, я скажу, что здесь находится и ассоциация «Отбородинников», это представляет Анна Жгулевская, и находится «Отбородинга» в Украине внутреннего Ахметова, и Елена Семеневна. Здесь находится Ростислав Таяц, это все благотворительные организации. Также «Освита», «Главное управление Освиты», партнеры нашей информационной информационной информации «Отбородинфо», которая, в свою очередь, непосредственно помогает в течение года, нам помогали делать многие мероприятия для детей, и, собственно говоря, мы вышли к этому другому году. Эта пресс-конференция была собрана с целью обсудить вопросы, которые связаны были с детством, их решения, что каждая из организаций внесла, какой свой вклад она внесла в развитие, что получили дети в этом году, как результат. А результатом вышло вот это вот наше мероприятие, это концерт, который состоится завтра, 22-го числа, и все будут приглашены, там будет очень много детей со всей Украины, вот, приедут, они будут показывать свои таланты, мастерства. Результатами конкурса были отборочные туры по всем регионам, вот, где голосование проходило открыто и на сайте, и голосование проходило в регионах, и были полуфиналы и финалы этих мероприятий. То есть это дети социально незащищенных категорий, это дети из многодетных семей, завтра вы это все увидите. И, господа пресса, я прошу вас завтра тоже в этом процессе участвовать, потому что мероприятие будет очень незабываемым. У нас была интерактивная связь и обратная связь на протяжении года. Это был урок сказки, который организовала наша компания, как социальная направленность, руководителем ее является Наталья Сакеевича. Она более подробно расскажет об этом, как это происходило, и почему это нужно вообще детям. Вот, поэтому на сегодняшний день результатом итогового года, благодаря партнерству и постоянному партнерству, вот у нас присутствует компания «Бучерики», вот, они постоянно с нами проводят эти предприятия, это много дел для детей, это непосредственный вклад в их развитие, в моторику детей, вот, поэтому здесь не просто так мы собрались, хотя мы ожидали видеть наиболее большее количество людей, нам активно помогает КМДА, Министерство социальной политики, увы, у них вот эти конференции, и они только вчера сказали, что они не могут присутствовать в связи с высшим постановлением руководства. Но я думаю, что это не столь важно, мы сами здесь обсудим свой вклад, насколько нам нравится и насколько нам благоприятно работать в этом поле. Самое главное, почему мы забрались все здесь, потому что это то, что объединило нас всех, это вера в нашу работу, вера в детей, вера в будущее Украины. Благодаря этому развитию, благодаря тому, что каждый из нас в своем направлении делает, мы можем ожидать хорошее благоприятное будущее. На жаль, я закажу украинскую новую, такое развитие буквально существует 5-6 лет активного, то есть буквально десятилетие было выпущено. Нагнать его сложно и, возможно, и не нужно, потому что произошла переоценка ценностей, сформировались определенные уже структурированные этапы у каждой организации, и они знают, что делать. Поэтому мы думаем, что как начался этот процесс развития детства, помощи детей у каждого из своих программ, так он должен двигаться в том направлении, в котором каждый партнер себе запланировали или предусмотрели свой ход развития. А мы, естественно, как организация, которая делает некий итоговый конкурс, итоговый концерт, все это демонстрируем, показываем это как подарок. Поэтому и проект называется «Святое дитящее время». Я хочу сказать два слова дать Оксане Надеевне Марченко, она скажет, что было сделано в этом году вкратце, и потом переделал уже партнера. Очень приятно видеть людей, которые по-настоящему сделают детские, у которых есть истинная вера. Мы прошли путь достаточно серьезный, и очень приятно консетировать этот факт, что да, действительно, сейчас, в это время, очень много внимания уделяется детям, самому настоящему правильному вниманию. Всем детям, которые без исключения, у детей-сироп, это серьезнейшая категория, которой надо уделять максимум внимания, потому что без взрослого человека, без наставления в дальнейший путь, ребенка очень сложно обрести правильное направление. И здесь все мы собравшись, и все взрослые люди очень вносят важный вклад именно в развитие дальнейшего поколения. Каждый из нас делает большую работу, каждый делает по своему направлению, максимально уделяем внимание. От маленьких детей, до социально защищенных, где были, до всех детей, без исключения. Потому что самое главное, чтобы за верой, которая есть у нас, и мы по-настоящему, желающие поддержать детей, мы смогли донести на ребенка, и тот ребенок смог поверить в нас. Мне очень приятно сознавать, что на протяжении многих лет, и вот сейчас мы можем разговаривать с открытым практически со всеми гостями. То же самое и бизнес. Спокойно может разговаривать с государственными структурами, которые сейчас открытые слышат и действительно что-то делают. Те программы, которые делают государственные структуры на сегодняшний момент, они достаточно обширные, и они учитывают гражданскую инициативу. Это безумно важно, потому что мы живем в одной стране, в Украине, мы должны слышать друг друга. Очень важна работа благотворительных и общественных организаций. Это как раз общественная структура, которая вносит огромнейшую лепту в развитие нашего понимания, нашего самосознания, которое мы доносим, так как мы взрослые, до детей. И вот такие объединения. Очень хорошее объединение, и правильное, это государство, общественные организации, благотворительные форды, и бизнес, они как раз и есть, да, большая помощь нашим детям в выборе пути, в правильном направлении и в достижении своих мечтей. Очень важно, чтобы каждый из нас как можно большим детям дал возможность себя поверить. Я очень рада, что все мы здесь находимся, и мы в себя верим. И вот эту веру, эту силу, я надеюсь, мы передадим и в следующем году, и в следующих, и в последующие годах много-много. Я хотела бы сказать, вас еще раз поблагодарить за то, что вы все здесь собрались. Это очень приятно, очень показалось, что все мы вместе в конце 2012 года собрались, для того, чтобы подвести певные подсумки. Я тогда буквально скажу тезисно, чем занимался Альянс в 2012 году. Это был достаточно интересный, достаточно насеченный для нас год, потому что в этом году Альянс Украина-Бессирид провел 8 областных конференций, область Бессирид. Мета цих конференций полягає в том, чтобы объединять усилия влади, усилия громадских организаций, а также усилия церков для подолания проблем сиридства в нашей стране. Кроме этого направления, достаточно серьезная работа в плане подготовки людей, которые работают с детьми сиридами, помогают им, проведено ряд заходов, ряд конференций. Также имели место такие масштабные проекты для детей, как свято футбол, который дает надежу на День захисту детей. Финал, кульмінация этого свято происходила буквально за векном нашего помещения, на улице Крещатых, было построено футбольное поле, где большая количество из детей сирид, они смогли стать участниками тих великих футбольных подений, которые переживала наша страна в этом году. И было, в принципе, очень много других заходов, работа на местах, потому что в Альянс на сегодняшний день «Украина без сирид» входят больше 100 организаций, которые безусловно надают ту или иную помощь больше 17 тысяч детей сирид в нашей стране. Ну, не зважаючи на ту работу, яка делается всеми нами, для того, чтобы максимально сделать наших счастливыми, еще есть большая количество исключений, и я уверен, что, объединяясь с усиллями, мы сможем наиболее эффективно помогать детям-сиридам. И я думаю, что закинчение года такого подида, который будет завтра, этим концертом, которым главными и центральными особами будут дети, талановитые дети, которые с радостью будут проявлять себя, это тоже достаточно показово, потому что наша задача максимально сделать все, чтобы дети чувствовали себя счастливыми. Спасибо. Спасибо. В этом направлении активную позицию занимает фонд Ринат Акметова, я бы хотела рассказать о паре, который расскажет. фонд Ринат Акметова в рамках своей программы помогает тоже талантливым детям. У нас есть ряд мероприятий, которые мы проводим в течение года. Первая ежегодная, в этом году уже был четвертый год, посвященная Дню защиты детей, цвета, антицветнатий. В этом году проводили его 5 мая, поскольку у нас было евро. И вот как раз футбольный турнир, о котором говорил только что Ростислав, проходил в рамках того, что мероприятия, опять же, партнерства. Также летом в Артеке мы поддерживаем и совместно с организацией «Женка третьего тысячелетия», «Планета Зерок», тоже в Артеке такое большое событие для талантливых детей, а также выступляем партнерами в детской новой номере. Ваше мероприятие «Свято детячий мир» становится продолжением поддержки фонда Рината Ахметова, детей, талантливых детей. В частности, мы занимаемся больше детьми-сиропами, поэтому так или иначе любой ребенок требует поддержки, особенно если у него есть желание творить, желание достигать результата. и если взрослые готовы помогать, это большой плюс. Тем более, что когда в ребенка верят, у него появляется много сил, энергии, он знает к чему и что он хочет. Наша задача полностью поддержать детей, талантливых в Украине. Поэтому спасибо большое, что вы нас позвали, пригласили, что мы имеем возможность поучаствовать в этом замечательном мероприятии. У вас хорошие проекты, да, но, конечно, с ГАДО получился итоговый мероприятие, которые назвали вы, они непосредственно сказаны с появлением талантов и возможностей детей. Самое главное, что все организации, социальные, благотворительные, общественные организации, это делать все на выску, что вне условия, для детей. Наша цель показать и выявить детей, дать возможным семьям, дать возможным детям, почувствовать себя значимыми в этой жизни. Это первый шаг к их профессиональной карьере, не только творческой, любой, потому что когда человек приходит на сцену или что-то делает, или рисует, поет, ведь у нас не только вокал и хореография, у нас конкурсы творческих работ, у вас программы, которые вы все видите, и футбол, и вы делаете тоже свои программы в артеке, это все связано с возможностью каждого маленького человека быть востребованным в этой жизни, то есть свой хлеб он понимает, как ему зарабатывать, то есть не просто дайте родители, а нужно потрудиться, естественно, это делает внутренних возможностей, и в этом мероприятии все дети вместе со своими родителями, родственниками, либо те, которые находятся в интернатной системе, или в системе многодетных семей, или в других структурах, помогают их опекуны, и это очень важно, потому что у нас серьезная обратная связь за этот год сложилась, и они расскажут Наталья Секеевич сейчас. Если вначале это был проект на уровне одного города, то в этом году мы можем уже смело говорить, что он вышел на все украинский уровень, проект действительно разросся, мы получили в этом году очень мощную обратную связь, потому что было задействовано 27 регионов Украины, и нам было очень радостно и приятно, когда мы стали получать письма и звонки с регионов, наш конкурс Урок Сказки запустил в библиотеке, что было очень приятно, дети стали приходить в библиотеки и писать сказки, не только рисовать, но и писать, потому что это была одна из номинаций нашего конкурса. Почему Урок Сказки? То, что вы видите, вот Свято Дитячих Мрий, концерт, там будут выступать дети, победители всеукраинского конкурса Урок Сказки. Почему Сказки мы его назвали? Потому что именно со Сказки начинается воспитание тех самых духовно-нравственных ценностей, о которых сейчас все говорят. Дети, я могу сказать, что прислано было около 600 работ, из них 40 сказок. Сказки нами проанализированы, я как психолог увидела на самом деле, о чем пишут дети. Дети пишут, меня порадовало, что 80% детей все-таки еще не до конца, не скажу, что потеряны, но дети мечтают, дети хотят видеть будущее своей страны. Это очень радостно для нас. Что еще хочу сказать, дело все в том, что проект Свято Дитячих Мрий ходят еще подпроекты. Каждый подпроект запускает следующий. И с радостью я могу сказать, что в этом году нам было сделано очень много еще как кинокомпаний. Была снята передача, детская передача первая за 20 лет передача под названием Ухтышка. Ее ведущий мистер Ухтышкин будет вести концерт. Вы все его увидите. В следующем году на детских каналах они заинтересованы, мы будем запускать эту передачу. В этом году еще следующий подпроект, который называется документальный фильм «Возьми мечту». Уже сняты нами две серии этого фильма. Фильм о детях, которые умеют мечтать и идут к своей мечте. Но детки сами идти к своей мечте не могут, потому что только с помощью взрослых. Мы покажем на контрастах дети, которые действительно умеют мечтать и дети, которые к сожалению не знают как правильно мечтать, как научиться мечтать. Еще нами была снята еще одна детская передача. По рисункам детей будут создаваться мультфильмы, но она для самых маленьких. Был снят скетч-ком доме рвнов. Нам сделано немало в этом году. Я смело могу сказать, что мы можем гордиться своими проектами. Надеюсь, что в следующем году эти проекты уже будет более мощный толчок нам. И у нас очень большая надежда на телеканалы, детские телеканалы. Хотелось бы, чтобы это были не просто мультфильмы, которые они показывают, а чтобы все-таки это были детские передачи. Детская передача «Ухтышка». Структура ее разработана психологами, социологами, преподавателями. Каждая рубрика отвечает той задаче, которую будут воспитывать действительно детей. Развлекаем, познаем. В принципе, я приглашаю вас всех на концерт, где вы увидите тех детей, которые действительно стремились к своей мечте, мечте попасть на сцену. Мне звонят все родители даже с таким вопросом, а нас действительно пустят. Я говорю, конечно, пустят, естественно. Понимаете, дело все в том, что многие конкурсы сейчас платные для детей, и дети не могут им участвовать. Это постоянный вопрос. Сколько это стоит? Постоянный вопрос, сколько это стоит? Я говорю, не сколько? А такое бывает? бывает. Вот нам хочется, я не буду говорить о наших планах на будущее, потому что говорят, что если рассказывать о своих планах, то они могут не сбыться. Могу сказать, что у нас очень большая и мощная стратегия. У нашей компании «Святое дитячьих мреи» это детское направление, которое мы очень активно развиваем. с вашей помощи большое вам спасибо всем, кто пришел. Очень надеюсь, что вы нас тоже будете поддерживать и вместе, все вместе мы будем делать большое и очень больное дело для наших детей. Потому что одно поколение уже упущено и к сожалению его называют пустым поколением. Я проанализировав многие работы детей, поняла, что еще не все упущено, что мы можем зацепить тех детей, которые сейчас самое важное время. Поэтому я вас призываю двигаться вместе в одном направлении и будем ждать вас завтра на концерте с радостью. И конечно же на выставке детей, потому что перед концертом с четырех до полчетвертого будет выставка с награждением работ детей с двух часов до полчетвертого детей, которые участвовали в уроке сказки. Те, которые делали поделки, те, которые рисовали детки, те, которые писали сказки. Приезжают к нам со всех регионов 150 до 150 человек. Эти все дети ждут, надеются и мы можем их подвести. Спасибо вам благодаря это. Мы хотим, чтобы наши дети получали достойное образование, посещали достойное мероприятие, чтобы они воспитывались не только на традиционных шоу, которые сейчас заполнены эфиром, и мы понимаем, почему, из-за рейтинга, из-за какого-то дефицита непонятно артистов, и вообще что может формировать подрастающего поколения, когда полностью пошел перегиб ценностей. И это не пустые слова, это исследования. Но благодаря людям, которые имеют сердце, душу, веру и знания, прежде всего, то есть есть два качества, мы должны иметь веру и знание, потому что вера нами движет, знание помогает, это правильный день. Мы делаем правильные шаги. Рассудит, конечно, история, как мы поступили, но на сегодняшний день, судя от того, что здесь собрались все труженики, пчелки, я могу сказать, что все идут правильно и у них есть определенные результаты. Но я бы хотела затронуть сейчас сферу нашего образования, потому что без коллег мы бы не смогли, то есть это как бы базис, без этого базиса мы бы вообще не смогли двигаться, поэтому вам слово. Духлина одна, она живет в родине, она живет в интернате, она живет с нами, в дорогах, и мы должны сделать все, чтобы ей было комфортно, чтобы она чувствовала себя коммунационным членом маленького, но членом нашего общества, чтобы она была свои права, чтобы она знала про свои образы. И именно область является главным в этом. И мы очень надеемся, что такие проекты, как ваши, они никогда не закончатся. Ваш закончится, вы придумаете, что-то еще, за вами придут еще люди, которые придумают еще что-то лучшее. И таким чином мы в эту детину, в единую, кроме знаний, которые дает освета, будем вкладывать в душу свою толерантность, свое отношение к людей, которые потребуют какой-то помощи. Не только это дети, это и взрослые, люди с благодетностью, люди, которые имеют пенсийный риф. И это как раз будет новое поколение, про что мы только что слышали от Натальи, мы не можем, потому что есть родины, которые потребуют помощи таких людей, таких фахистов, как детекторов. Не каждая мама на сегодняшний день может обеспечить своему дитину коррекционную и реабилитационную навчание и выхование, которые потребуют в детстве. И именно эти заплаты как раз они работают не только с детьми, они, первое, работают с детьми, потому что на сегодняшний день, потому что мама с сегодняшних детей, это поколение, которое мы втратим. Мы не можем их научить. Тому освіта сейчас занимается освитою двух категорій, это дети и их родители. Сегодня у этих 1200 заплатах находится 125 тысяч детей. Это все дети, потенциальные участники проекта, которые мы сегодня имеем. И мы закликаем какомоле больше детей в округе для того, чтобы все-таки потенциал, который у вас, чтобы вы могли власти этих детей помогать нам верить действительно таких потужных граждан Украины, которые будут развивать нашу государство, которые смогут народить и верить своих детей такими, как мы видим, сейчас родители, мамы, папы, папы, и все. Но, кроме того, что мы их научаем, мы вкладываем в душу, в сердце, и сейчас моя коллега Мария продолжает мову и сам расскажет, что еще кроме уроков проводить освещение. Мы спецпрацуем с многими организациями, в том числе благодельными. У нас много проектов, заходов, которые проводят в районную управление, не тысячу, это могут быть, тысячи, которые проводят районы, районную управление, которые проводят заповеди. Я бы хотел остановиться на таких знаковых, мабуть, заходах, великих, которые мы проводили в этом году. Во-первых, это мировое святое Дня Миколая, которое было 15 грудня, для детей социально незахищенных. Это такой корпус для парковоков, парковоков, который мы проводили в 2014 месяц, который называется «Майом 6». Дети могут показать свои таланты, какими человеками они хотят быть. Очень знаковый проект, потому что поддержка и от благодейных организаций, и от владельцев. Я надеюсь, что этот проект будет расстаться, потому что я и женщина, я не знаю, мы очень молодец, не человеки, поэтому это такое поколение. Третий проект это Киевская педагогическая хвиля, который мы уже два года проводим 1 марта на Крещатику. Весь Крещатик мирует различными учеников и интернетов вывели этот проект 1 марта который мы делали. Еще очень важный проект это конкурс виховаторов, потому что работать с детей, прибыль с социальными защитками должны быть лучшим вихователем, которые у нас сейчас в области. Поэтому мы проводим этот проект, чтобы их выяснить, чтобы они голосуют на том, что еще нужно нам, как власти, сделать для того, чтобы мы с такими охватами были. То сподіваємось на співпрацю, ждем еще пропозиции. Мы открыты и в 2014 году будем с вами співпрацювать, потому что кто, как не мы, самим захистим и поддерживаем наше детство, а то наше мое другое. Наши экономики. А когда появилась программа про навчание специалистов в хихове? У нас есть Киевский университет Гринченко, который готует за различными специалистами педагоги и вихователей. И каждого года у нас проводится вот такой конкурс «Кращие вихователи». Каждый учитель, каждый учитель может принимать участие и мопыты в различную кращу. И это очень главный пример для других педагогих, которым мы будем работать. Это очень хорошо. И это касается школы. У нас еще есть дошкольные воспитания. Мы учимся только в Туркатуре и училища. Потому что я учитель игрогов и я принимаю участие участвовать в читерах, в учебном учебнике. Мы отправились на мировом районе, но мы выберем в Украинском. Это мой мировый профессиональный учебник. Мы проводим Министерство освяти в Мировой спорт в Украине. Мы на своем время тоже проводим на свой запят педагоге. Очень приятно, что вы меня пригласили сюда, очень приятно спортировать с вами и очень большое спасибо за то, что такой проект есть, и он существует, и он развивается. Мы, в свою очередь, тоже заинтересовали вместе с вами проект, который поддерживает детскую творчество. На сегодня мы определяем освете, освете дорослых и освете детей, увагу, потому что ее нужно делать параллельно. Параллельна освета детей, параллельна освете батьков. Музей Играшки – это уникальное научно-розвивание средов, которое расположено на территории Украинского государственного центра школы, а это, в свою очередь, позволяет делать инновационный подход к технологии, в проведении новой технологии научно-розвивания, которая позволяет развивать художественные направления, художественные техники, и делать это не только с детьми, а еще и с родителями. То есть развивать параллельно и родителей, и детей. И это, в свою очередь, как говорит наш руководитель Тименко Володимир Петрович, он говорит, что эта технология, которая имеет название «Музейная педагогика», она поступково переходит, трансформуется до новой формы. Эта форма – это взаимодействие батьков и детей, которая должна перейти до новой названия, как родинная творческая взаимодействие, или что-то такое, как клуб «Семейный творческий». То есть мы должны с вами еще визначити, как это назвать, потому что эта технология, она должна начать с нас с вами, потому что этот проект, который поддерживает эту творческую творческую, он создается для того, чтобы эту творческую в детях развивать. И когда родители, которые занимают творческую справу, это тоже, когда это нравится родителям, когда это нравится родителям, это одновременно становится интересным для детей. И они долучаются до этой работы и также начинают развиваться. То есть наша работа с обучением – это обучение школьной, дошкольной и позашкольной – это сделать так, чтобы эти центры развивались, не закрывались, а начали свою работу, и чтобы эти техники, которые новые, которые интересные, интересные, то есть это не малювание, а это какая-то творчость, а еще что-то, чтобы они развивались масштабно и прогрессировали. Мы, как педагоги, должны довести эту технологию до наших родителей, до наших детей и развивались. Что мы для этого сделали? Это, ну, по-перше, мы начали работать с святом детских мировых минулого года, мы тоже сотрудничали с новым годом на гала-концерте, подарили детям подарки. Потом этот проект, я, безусловно, я керевником студии «Виллинг», автором проекта «Покереви Кучерики» по разработке и проведению новой техники «Виллинг» в процессе навчания. Это техника, которая помогает детям развивать древнюю моторику, развивать умисление, образование, уявление и поддержку духовности. До этого проекта подключился Державный музей «Играшки», «Украинский центр зашкільной освяти», «Киево-Печерский заповедник», «Святые дитячие курьи», и мы вместе проводили много акций, на которых мы делали мастер-классы с детьми, разными детьми. Это продукт, который позволяет развивать не только здоровых детей, а еще и позволяет развивать приятные сюрпризы и развивать детей, которые имеют в виду проблемы с ДЦП и инклюзивные дети с особенными потребами. Это тоже очень важно. И мы создали проект, который уже в этом году. Державный музей «Играшки», «Щоденник ЮАИ», «Освятая мережа», «Святи дитячих мрёй», студия «Виллинга» наше «Печерские курьи» и «Украинский центр зашкільной освяти». Мы сделали новоречную пакуровую фантазию. Это выставка в Державном музее «Играшки», которая проходила под направлением объединения митцов, специалистов и производителей, чтобы дать возможность детям показать их творческую деятельность, чтобы сделать эти свои новоречные ялинковые прикрасы в родственном поле, и имели возможность экспонировать свои производства в Державном музее «Играшки». Для этого мы сделали всеукраинский конкурс, который за поддержкой Института инновационных технологий, за поддержкой Министерства области и «Щоденник ЮАИ», выступил платформой, на которой мы могли принимать работу детей. Работы было очень много, и 19 грудня вместе с «Святом дитячих мрёй» и мы награждали победителей этого свято на территории Кимико-Черского заповедника в рамках Святого Миколая. Что хочется еще сказать, что нам нужно для того, чтобы научить детей, чтобы они могли развиваться, мы должны подключить к этому, чтобы объединить производителей, и дать им, как педагоги, методические материалы, и дать им возможность производить то, что нужно этим детям. Потому что если говорить про «Освиту», то там еще хоть как-то, а если говорить про «Инклюзивных» детей, то для них ничего не производится, и вчители, они не имеют возможности развиваться этих детей, потому что эти подручные материалы недостатны для того, чтобы развивать детей с особыми потребами. Это очень важно, что этот проект существует. Я вам очень благодарю, что вы пригласили меня, и я хочу сказать, что эта справа, она должна жить и развиваться. Всем спасибо. Добрый день. Портал УАМА «Наталья Рыбачева». Тема моего выступления «Чужих детей не бывает». Для начала хочу сказать несколько слов о нашем портале. У вас есть презентация нашего портала и сотрудничество в рамках этого проекта. У кого нет, можете посмотреть на мониторы. УАМА «Наталья Рыбачева» 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 Удивительный феномен материнства Еще больше удивляет и возводит женщину мать на особый уровень Чувство сострадания Участие ко всем детям на земле И не просто сочувствие, а желание действовать, Делать меру справедливее и лучше. Ведь материнская любовь неразрывно связана с чувством ответственности за детей, За их судьбу, за их будущее. Именно поэтому УАМА «Наталья Рыбачева» 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 Это социальный проект, который окреляет детей, Помогает им верить в себя, Возможность воплощения своей мечты в реальность. Эта тема очень созвучна с идеями портала УАМА «Наталья Рыбачева». Ведь среди нас нет равнодушных. И это уже не раз доказывали и читатели сайта. Здесь всегда можно найти не только дельный совет опытных мам, Получить консультацию специалистов и врачей, Но и действительно найти реальную, ощутимую помощь. Мы очень рады, что у нас есть возможность Выступить медиапартнером проекта. В этом году детки участники конкурса писали сказки. Вы тоже можете взглянуть на мониторы. Чудесные, очень трогающие своей глубиной, Сюжетные линии. Потрясающие просто. Мастерили поделки. Рисовали целые картины. Все их вы можете увидеть на страницах нашего сайта. Кроме того, мы знакомились ближе с ребятами. Писали о фактах их биографии. Узнавали, о чем они мечтают. Это трогательные и добрые желания. Вера в светлое будущее. Вера в людей. И кто, как и мы, взрослые, может помочь осуществиться мечтам детей. Всех детей. Но чужих детей не говорят. Спасибо. 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 Вы очень хорошо сказали, что, возможно, для тех детей, которые приняли участие в этом вашем проекте, это действительно станет первой сходой в моей профессиональной жизни. И, возможно, так оно и будет. И, возможно, тем корабель, который вы держите сейчас на руках. Хай ему будет далека дорога и попутный ветер. И хочется, действительно, побажать, чтобы это был, если это первый всеукраинский у вас заход, чтобы он был и подальше скинет свой розыск. Это будет очень хорошо. А что касается нашего направления работы, то поддержка детского и молодежного творчества, детского и молодежного мастерства – это один из приоритетнейших направлений. В нашей системе находятся 56 специализированных и 4 высших мастерских навчальных закладов, где навчаются более 22 тысячи детей. И сюда входят, в наших закладах, музыческие школы, школы-мастерства, и художественные, и хореографические школы. Можно перелечить очень много. И даже театральная школа есть. Но еще хочу сказать, у нас, в нашем Департаменте культуры, проходят, именно детских и подлитковых таких заходов, более 100 лет. И это действительно очень интересные заходы. И, хотя, снова таки, освита в наших школах не есть бесплатной, но для детей, которые есть пильговыми категориями населения, это дети сиропи, дети из многодетных родин, они навчаются бесплатно. За это можно дякувать нашей владе, которая все-таки эти пильги как-то сберегла. На жаль, были в нас такие и районные пильги, но если районные не стали, то и районы дополнительных пиль, на жаль, не стали. Но, возможно, они повернутся немного сгодом. Очень хочется сказать, что у нас очень много проходит заходов, действительно, интересных. И вот каждый год у нас есть какая-то певная культура, новые, которые потом получают свой развитие. Но вот только за 2012 в нас прошло очень далеко, такой заход, как первый международный фестиваль. Международный, действительно, потому что там приезжали и из Франции, и из Англии, были в нас представители архового мистерства. Казалось бы, это очень элитный инструмент, но все-таки захід отбился. Хочется отметить, что все наши заходы, под грунтем для этих заходов, всегда есть наши народные традиции. И, особенно, уважа в них придяется самим с бережением и ознайомлением детей с этими традициями. И в этом году у нас в нас очень чудовый всеукраинский открытый конкурс на народных инструментах. Инструменты, которые, возможно, и не очень популярны наши без ЗМИ. На жаль, потому что много детей учатся на исфонно-украинских инструментах, таких, как и бандора, и баян, и крадеон, и даже балалайка, и домра. Но, на жаль, вы правильно сказали, можно почути и танцы, и хореографию, и спевы, но саме таки виконавства не почуешь и не побачишь. И еще хочется отметить такой же направлении работы. Мы очень много поддерживаем социальных проектов. Я не буду говорить про спевпрацию с вашим проектом. Просто хочу еще зазначити, что буквально напередодні кілька дней тому в Киеве заканчився... Это щоречный такой проект. Он имеет название «Верно все». Это проект для детей, которые организовывают именно социальную службу. А мы помогаем с организациями, с методической допомогой. Потому что они проходят в рамках конкурсов. И конкурсы, при которых дети с инвалидностью, дети с особенным потребами, будем сказать так, они не хотят, чтобы для них ставились, как для детей, действительно оценированы. Особными потребами. Они наголошуют на то, чтобы их оценивало профессионально. И поэтому действительно это очень приятно. И в тот момент какие-то струнки души торкаются, которые... Так... Не всегда они у нас звучат. Когда выходит ребенка и все, что она может, показывает, а ты сидишь и у тебя слезы ночи. Действительно, какие-то такие. И потом у нас есть в Киеве еще Киевский городский центр, родинный дом, который также проводит таки заходы, именно для детей с многодетных родин. И где окопляются не только дети, но и их родины. Поэтому у нас такая спорта, именно с социальными проектами, очень большая. И я хочу еще такие маленькие нюансы сказать. У нас в Киеве иснует уникальный действенный проект, который имеет название Киевская детская филаргония. Кто-то слышал, кто-то не слышал, а кто-то его знакомится с этим. Это проект, который существует в мистерстве для детей и детей. «Найкращие дети» щорючно. Этот проект происходит в рамках шести таких больших концертов. И каждый из которых присвящен або в определенном направлении работы, або в определенном тематике. И это происходит на сцене нашей национальной филаргонии. И там «Найкращие дети» наших мастерских закладов презентуют свое мистерство для таких самих детей. Чему это уникально? Потому что это национальный проект на постсоверянском просторе. И, кажется, он единственный, который сохранился до сих пор. Я бы здесь хотела отметить одного очень интересного человека, в принципе, который стал зерном вообще-то всего объединения. Потому что каждый из нас двигался, у каждого из нас есть какие-то контакты, наработки, и мы друг другу способствуем. Я бы хотела отметить Анну Гулеевскую Черныш, которая, благодаря ее весомому вкладу, на самом деле мы здесь в конце года перелетим. Но я не буду говорить о весомом вкладе. Он, действительно, он небольшой, маленький, но мы стараемся больше, чем можем. Потому что, действительно, вот сейчас было все выступления, и в каждом выступлении любая министра культуры, любая министра образования, в частной организации все говорим о сотрудничестве между бухгалтериторами и государством, бухгалтериторами и бизнесом. Потому что, действительно, сегодня, в условиях, в которых развивается Украина, без такого сотрудничества ничего невозможно. И это уже есть данность, и потому что именно общественная организация, они общественная организация, они могут аккумулировать дополнительные ресурсы. Это не только финансовые, это риски ресурсы, это вот творчество, это желание что-то изменить, и являются двигателями тех изменений, которые у нас сегодня происходят. И поэтому роль организации, она должна. использовала. И поэтому, вот, говоря о дальнейшем развитии, вот я бы, да, как человек, который представляет Украинский форум благотворителей, это профессиональная статистика, благотворительные holiday funder организации, которая сегодня цель развития сектора благотворительности в Украине, и мы занимаемся именно развитием культуры благотворительности, мы занимаемся профессионализацией благотворительных фондов организации. Конечно, я бы хотела остановиться на пару моментов, которые касаются тех вызовов, которые сегодня стоят, потому что они важны и только совместными усилиями мы можем их преодолеть. Самое элементарное, что происходит в нашей законодательной сфере, это закон о благотворительности благотворительных организаций, от которых зависит работа благотворительных организаций и фондов. В июле месяце он был проголосован на втором туре нашим парламентом и уже 4 месяца лежит на столе у президента на подпись. То есть 4 месяца все, кто уже находится в таком понимании, что и ВЕТа нету, и ДА нету. И как это будет продолжаться, сколько? А это очень важный момент, от которого тоже зависит дальнейшее развитие и новой деятельности благотворительных организаций. Сегодня очень много зависит от нас с вами по делу и изменению налогового кодекса, потому что все благотворительные организации знают, что любая поддержка сегодня любому ребенку, любому взрослому человеку, она облагается налогом на доход и физические лица. И это очень такая болевая точка, и к этому тоже не надо объединяться, их диалогировать, потому что с нового кодекса, который был принят, не удалось нам внести эти изменения. Это то, что надо развивать. Сегодня в Украине уже зарегистрировано порядка 14 тысяч благотворительных фондов и организаций. Не вьюз, в последних статистиках. Но мы на протяжении ноября, декабря провели в регионы, это Боргская область, Небаловская область, Харьковская область, фокус группы, открытые дискуссии, интервью с лидерами, мнениями, руководителями благотворительных организаций и спрашивали, какие же огромные проблемы в благотворительности. Что мешает? Вот все-таки пошел такой толщок, как на Западе, потому что на Западе 80%, 70% всех этих благотворительных средств это идут физические лица. Это люди, обычные граждане, которые жертвуют. 20% это боготворительные фонды и 10% это бизнес. Это вот статистика штатов, это статистика Великобритании. У нас же все-таки бизнес сегодня ключевым и часто это не потому, что он хочет, а потому, что об этом говорят и просят сверху. И это надо менять. Потому что с одной стороны люди готовы, вроде все мы такие артруисты и украинцы готовы помогать и помогают, а вот такого массового отношения нет. И то, что, ну, основное, почему сегодня это полит, это говорят, что независимо, Запад Украины, Восток Украины, Юг Украины, Центр Украины, это отсутствие доверия. Доверие к деятельности благотворительного фонда, доверие к деятельности благотворительных организаций. И это нужно думать как этот развар, потому что даже сегодня этот год, какой он был, ну, у него, знаешь, тоже такой небольшой печаль в благотворительности. Выбор, где благотворительные, частный фонд депутатов подняли достаточно такой нехороший поток информации, средства благотворительной информации, который дал отпечаток на деятельность благотворительных организаций. Такие фонды, вот коммунитеты, которые занимались оценкой и мониторинговых выборов, ну, максимум 100, но все Украины, которые были задействованы в выборах, которые дали вот этот негативный информационный повод, а фонды, это 14 тысяч, но вот эти 100 смогли вот дать достаточно большой резонанс на весь сектор. И с этим надо работать. Но то, что мы сегодня говорим, и то, что важно, к чему может быть связан ваш проект, и об этом все говорят, что благотворительность, она сама не приходит, ее надо развивать, ее надо развивать с детства. И сегодня в Соединенных Штатах Америки, в Великобритании элемент вовлечения в жизнь общества, в реализации благотворительных инициатив, это составляющая система воспитания детский садик, школа, университет. Ты не поступишь на... Нет, ты получаешь дополнительный много баллов в университет, если у тебя есть сертификат о том, что благотворительный, то, что благотворительная организация, те же самые дополнительные баллы на устройстве и на работу. То есть это часть уже культуры, воспитания, образования. Сегодня все американские девочки, у них тренд. Они отращивают волосы и состригают их, и отдают в общественные организации, которые изготавляют перекиды людей, которые прошли химиотерапию. И это сознанный выбор каждой девочки, и они принуждают сегодня никто. Это то, что воспитывается с детства. И примеров, как сегодня дети вовлечены, это очень много. И вот... А когда ты вовлечен с детства, то уже в взрослом возрасте у тебя не стоит вопрос, нужно ли жертвовать или не нужно ли жертвовать, нужно ли поддерживать, благотворительность или не нужно, это твое слово, это понимание, это степь твоей жизни. Поэтому тут у нас и Министерство образования, мы тоже начинаем думать, каким образом, а ну и через факультативы. Есть уже инициативы, есть конкурс, да, добро починается с тобой, украинские тысячи заняты. Но, возможно, нужно разрабатывать больше, и мы готовы вовлечься в это, рекомендации, медические рекомендации для учителей, разработки уроков, как детей можно увлекать и что нужно делать. А вот через такие праздники, через инициативы регионов, это тоже очень важно популяризировать, начиная договорительность среди детей. Потому что тот же праздник Святого Николая, он же начинался раньше, мы недавно говорили с представительницей Православной Церкви, наверное, сколько стало. А с чего? Что более сильный помогает более слабому. Сегодня у нас немножко это перевернулось, получают подарки все они. На самом деле, дети, каждый ребенок на Святого Николая может помочь другому ребенку, который нуждается. И вот это поменяет внимание у нас родителей, которые мы тут за столом, школы, да, вот это очень важно. Для того, чтобы культивировать детство, вот это желание творить добро и помогать другу. У нас есть тоже представитель волонтерской организации, я бы хотела дать ей заключительное слово, потому что без вас помощи бы не было. Скажем, сколько нам нужно волонтеров, это очень много, для того, чтобы все было системно, красиво, организовано. Поэтому как вам удается, и почему вообще так делать? Что такое волонтерство? Я являюсь виконавчий директорство Украинской молодежно-громадской организации служения за ради мира. Я хочу затронуть такую тему, как волонтерство людей, без которых никаких благодейных заходов, никаких социальных заходов не происходит. То есть это люди, которые на добровольных засадах, безкоштовно хотят помогать в проведении разных таких вот заходов для детей, для разных детей, для детей сил, для детей с совмешенными возможностями. И что сам собой представляет волонтерство? Ну, доброволець або волонтер – это людина, у которой не всегда есть вольный час, но есть сердце. Поэтому вольный час находится, и находится возможность, чтобы помогать, чтобы делать что-то для людей, для общества. Ну, взагалі, мы уже давно працюем с волонтерами, и мы бачим в цьему сенсу, в том плане, что саме волонтерство даёт для тех людей, которые принимают участь в таких социальных заходах. Что волонтеры, они отримуют не какую-то материальную нагороду за то, что они делают, а они отримуют эмоциональную нагороду. Когда они работают с людьми, они чувствуют свою значимость, они чувствуют, что они кому-то нужны, они избавляются от почутка самотности, от почутка, что в этом свете ничем не можно изменять. И появляется более оптимистичное ставление до жизни, когда ты бачишь, что много людей, у которых проблем набагато больше, чем у тебя, что твои проблемы на самом деле не такие же проблемы. Ну, я уже много стыкалась с такими ситуациями, когда волонтеры, побывавши, особенно на первом проекте, они говорят, ой, правда, я думаю, что у меня такое проблемное життя, но, правда, это совсем не проблемы, то, что у меня в жизни происходит. И, если взять эту статистику, то волонтеры, среди этих волонтеров, где-то 80% это молодь. Чему самая молодь? Ну, говорят, что молодь больше времени, школяри, студенты. И сейчас такая тенденция, что начиная с школьного волонтерства, оно начинает разворачиваться студентское волонтерство, а потом уже так и появляется в нашем сообществе явище как корпоративное волонтерство. Когда молодые люди, начиная еще с школьного века, занимающиеся волонтерской благодейной деятельностью, жертвуячи не грошей для общества, а свой час, свои усилия, они начинают уже, вырастающие, они начинают продолжать такую традицию, делать что-то среди общества, уже ставши дорослыми, ставши батьками, уже працюющие на серьезных каких-то осадах. И виходит, что та молодь, которая учится еще там из школьного века, что-то делать среди других, она уже, в развитии, начинает формировать такое общество, когда эта молодь, кто-то стоит там государственным службом, кто-то прессирует в сфере культуры, кто-то в сфере освяти. И вообще наше общество, вот нам бывает таких вот людей, которые дбают не только про себя, но и про свою страну, про будущее. И в этом есть сен, что самая волонтерство и такая вот безкорисная деятельность среди других, она виховывает у тех людей, которые этим занимаются, такую позицию, активную жизненную позицию, и избавляют наше общество от такой инертности, пассивности, которая больше присутствует в дорослом общественном. Ну, в нашей стране есть такая вот тенденция, что люди занимают, навіть такая поговорка, моя хата с краю, я ничего не знаю, что много людей занимают такую пассивную позицию и опускают руки, что я ничего не могу изменять, и будущего не видно, и ничего не варто робить. Но мне понравился вислов Лев Толстой, сказал, для того, чтобы верить в добро, нужно делать добро. И поэтому, когда мы своими руками начинаем делать добро, у нас является больше вера в кращу, вера в то, что добро победит, вера в то, что есть в нас в будущем. И поэтому, працюючи с волонтерами, мы долучаем их до різной деятельности, працюючи с різными организациями, с різными фондами, поэтому мы и долучилися до вашего проекта, чтобы наши волонтеры тоже могли бы таку возможность принять участие в этом проекте. Они тоже получают опыт через этот проект, они учатся в ответственности, учатся в том, как организуются подобные проекты, брать инициативу на себя, какие-то новые идеи, что они могут сделать, и что они могут покращать в нашем государстве. И еще у нас есть такой вид деятельности, связанный с волонтерством. Мы начали уже 9 лет назад конкурс волонтерских проектов. Он уже стал всеукраинским, потому что в этом конкурсе начали принимать участие волонтеры из разных регионов из своей Украины. И щороку волонтерские какие-то группы в селе, в каком-нибудь местечке, они проводят какие-то инициативы, но у них достаточно знаний, достаточно каких-то там розумений, идей у них недостатньо, что они могут сделать. И тому же через этот конкурс, започаткувавши его, мы хотим больше допомогать развивку этой волонтерской инициативы и поддерживать молодежи, студентов, школярих на местах, чтобы их волонтерская инициатива еще больше поджипливалась и взросла. И тому через этот конкурс мы потом оцениваем эти проекты, которые населятся, и выбираем наиболее, запрошиваем их до Киева, проводим для них конференцию, концерт, экскурсию, освещенную какую-то программу. И эти волонтеры, которые приезжают из Украины, они очень надихаются этим. И потом, повернувшись назад, они уже отримали какой-то досвид от других организаций из других мест, Украины. Они начинают еще больше развивать свою деятельность волонтерскую. И потом нам телефонуют и говорят, а вы знаете, мы еще сделали это, это, это. Вы знаете, мы после того, как до вас приезжали, у нас появилось столько идей, и мы столько уже стихли сделать за этот год. Ну и мы видим, что это работает, что это помогает, и справедливо, чтобы молодцы, студенты, школярих, они больше подключались от такой волонтерской деятельности и могли себе реализовать, что-то, что-то, что-то для общества. А можно спросить, какая волонтерская программа победила? Когда? Вот вы конкурс волонтерских проектов организовали. Какой проект победила? Ну, мы выбираем несколько победителей, несколько номинаций. В этом году у нас было 12 победителей, из 170 проектов мы прислали и разные номинации. Это экологическая тематика, тематика служения сообщества, помощи пожилым людям, помощи детям, вообще проекти служения, проект служения культурного плану, через культурные программы, люди что-то делали для общества. И в этом году у нас тенденция, что корпоративное волонтерство, я так вот затронула, появились даже такие проекты, когда уже организация взрослых людей, они начали тоже, створили такую волонтерскую группу, инициативную группу, и они начали працювать с детальными будинками, с пожилыми, с людьми похилого века. И у нас появилась такая вот новая тема корпоративного волонтерства. То есть, мы бачим, что волонтеры дорослые, и волонтерство переходит на другой уровень. Потому что дорослые люди, они уже имеют больше возможностей, у них больше есть и денег, и опыт, и связей, и они могут больше сделать, чем школяры, студенты, и больше полезных, и больше на широком, на более высоком уровне могут сделать это. И поэтому это очень радует, что, правда, эта волонтерская инициатива в Украине не затихает, она дальше находится свой развитие. И хотелось бы, чтобы дальше больше и больше людей в нашей стране, начиная с молодшего школьного века и уже в дорослом веке, чтобы завжди пытались что-то сделать за ради общества и не остановиться ни в каком веке. Здорово. А какой возраст самого вашего волонтера в вашем волонтере для тех пор? Наймолочь 5-6 веков. 5 часа лет волонтер? Это вообще видите, даже все начинается с детства. А активность какой-то самый регион есть у нас? Ну, есть регионы Днепропетровск активно, Луганск. Очень интересно. Это интересно. Это очень интересно, потому что вообще волонтерское движение на самом деле это первый шаг благотворительности. Это развитие ответственности, развитие чувства собственной значимости, понимаете? Что не хватает вообще во всех аспектах. Еще и много залишит педагоги, которые работают с детьми. Поэтому мы последние два года уже спецпрацуем с Министерством освіти через институты новости с Министом освіти. Они делают рассылку информации про этот конкурс. И поэтому педагоги, которые работают с школяром, они подключаются и они очень ранее что есть такой конкурс, что они могут показать, что они что-то делают, что они хотят делать, что они хотят научиться, что они еще один отримать и обменяются с другими. Вы можете назвать своего основного партнера по распространению информации именно святое? Так. Это вообще такой узнекадок, когда начинается все с детства и потом будет колоссальная ответственность, на которую можно положиться, которые уже понимают, как это происходит. Ким бы дитина не стала и какая профессия не брала, она все равно будет социально ответственной человеком и даже свою работу будет связана с социальными целями. Не просто отримать деньги, а заради чего-то большого будет делать. Очень хорошо.